МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Переходный период. Члены правительства обсудили работу новой системы обращения с отходами. Добро пожаловать! В кадетском корпусе прошел день открытых дверей для родителей. Родная песня. Стали известны обладатели первой музыкальной премии ТВАН-радио. Двойные платежки за вывоз мусора, большая комиссия за оплату коммунальной услуги. Эти и другие проблемы при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами обсуждали сегодня в Доме правительства. Пошел уже третий месяц, как в Чувашии действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Плата начисляется не по квадратному метру жилья, а на человека. Как и в любом новом деле, без проблем не обошлось. Фактически, вывоз отходов обеспечен из 1057 населенных пунктов республики. Это всего лишь 62% от общего количества. Основные причины – отсутствие мест накоплений и несогласованные графики вывоза. Там, где мусор вообще не вывозился, людям сделали перерасчет за оба осенних месяца. За ноябрь месяц счета выстрелены по всем 1718 населенным пунктам с одновременным в одной же платежке перерасчетом по 661 населенному пункту, в который фактически такого не вывозилось. На общую сумму 7,3 миллионов рублей. Обустроить места для сборов в селах и деревнях планируют за счет республиканской казны и программы инициативного бюджетирования. И этот процесс надо активизировать. Еще один недочет – двойные платежи. Чтобы не платить и в квартире, и в городе, и в доме, и в деревне, нужно предоставить справку региональному оператору о том, где проживаете. Тот же заявительный принцип действует и в случае, когда прописан в одном месте, а живет человек в другом. Юридическим лицам нужно подписывать допсоглашение с тем же региональным оператором. Мы сейчас со всеми юридическими лицами, владельцами нежилых помещений, заключаем договоры, заключаем допсоглашение на фактический вывоз. И фактический вывоз будет, сколько мы вывезем отходов, умноженные на тариф 4,42 рубля 22 копейки за кубический метр. Такая будет плата. Что касается платы, здесь тоже есть недопонимание. Ощутимая комиссия в 20 рублей от Сбербанка за оплату услуги – это итог того, что региональный оператор не договорился с банком. До введения новой системы с населения эти комиссии не брались, потому что с предыдущими были... Сейчас почему так берете? Ну, договоримся с оператором и... Сколько месяцев будете еще договариваться с оператором? Неделя, неделя. Еще один аспект – в новом 2019 году сумма оплаты за вывоз ТКО изменится. С 1 января 2019 года оплата при нормативе 2,02 куба в год будет составлять 75 рублей 70 копеек с ростом 1,7%. Здесь меняется только ставка НДС, поэтому и такой рост. Со 2 июля рост 1,6%, размер тарифа 456 рублей 82 копейки, размер платы 76 рублей 90 копеек. При этом служба по тарифам предложила снизить объем и сумму для сельского населения до 57 рублей 10 копеек. Так как теперь оплата ТКО входит в коммунальные услуги, больше людей смогут претендовать на субсидии. Они предоставляются семьям, у кого более 22% от общего дохода уходит на оплату коммуналки. До 25 декабря все вопросы должны быть разрешены. Никаких двойных квитанций. Мы перешли с одного человека. Производителем мусора в твердых коммунальных отходах является человек. Организации производят мусор, соответственно, откуда тоже вывозятся. По другому вопросу эпидемиологической обстановки в республике цифры пока низкие. Гриппы в Чувашии не зарегистрированы, у РВИ диагностированы у 628 человек. Пик заболеваемости Минздрав и Роспотребнадзор прогнозируют на март. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Работодатели должников по зарплате вызвали на ковер. Сегодня им пришлось держать ответ перед главой республики. По данным Государственной инспекции труда Чувашии, более 3000 человек так и не получили заработную плату. Какие меры необходимо принять для погашения задолженности перед работниками, обсудили члены межведомственной комиссии. Несмотря на принимаемые меры, долги по заработной плате увеличиваются. Органы власти, профильные ведомства должны помочь людям, отметил глава региона. В отдельных случаях люди обращаются к нам, прокуратуру, для того, чтобы заработанные деньги получить. Почему это происходит? Почему? Разные причины, тут можно говорить, но это никому не интересно. На 17 декабря, если взять цифры, мы с прокуратурой все это выверлили, согласовали. Долг по республике составляет 99 миллионов рублей. Я не беру данные статистики, они меньше. В то же время из 23 организаций, имеющих долг по зарплате, в 13 организациях у нас введены различные стадии банкротства. Сокращение долгов – приоритет в работе прокуратуры. Только с начала этого года возбуждено 19 уголовных дел. За 11 месяцев текущего года прокурору выявлено 8,5 тысяч нарушений законной сфере оплаты труда. Принятыми мерами удалось погасить задолженность по зарплате в размере около 177 миллионов рублей на более полусотни предприятий республики. Большой долг у предприятия банкрота «Чувашавтотранс». Задача конкурсного управляющего – выплатить работникам порядка 40 миллионов рублей. Вся надежда на продажу имущества. Торги намечены на конец года. В настоящее время оценено примерно 50% имущества на общую сумму по оценочную сумму 347 миллионов 612 тысяч рублей. О ситуации, складывающейся на «Чувашавтотранс» мы еженедельно докладываем руководителю Федеральной службы по трудоизоляции, руководителю Сееву Долевовичу. Ситуация на данном предприятии находится на его личном контроле. Также введем контроль за тем, чтобы все процедуры, связанные с увольнением работников, были соблюдены. Но долговая нагрузка на «Чувашавтотранс» может увеличиваться и дальше. Одна из проблем – бремя перед налоговой службой. Впереди задолженности по заработной плате 70 миллионов налогов. Только потом идет заработная плата. Нами было направлено заявление в арбитражный суд о приоритете очередности заработной платы перед бюджетом. В первой инстанции нам отказано. Мы направили заявление в апелляцию, где просим это решение отменить. Приоритет нужно отдавать человеку. Никто за это осуждать не будет, никто к вам взыскательно не будет подходить. Это правда. Конституцию возьмите, все почитайте. Конституция Российской Федерации. Глава региона отметил, что сократить долги перед работниками – первостепенная задача. Урегулировать проблему удалось оперативно конкурсным управляющим и инвесторам «Чувашского бройлера». Была договоренность достигнута с инвестором, и долг был полностью погашен. Сразу хочу сказать, на сегодняшний день долг есть, но он не растет. Подходит к завершению инвентаризации имущества должника, потом будет проведена оценка, далее будет утверждено положение о порядке сроков и условиях продажи имущества должника, и имущество будет выставляться на открытые торги. Может быть, тоже этот пример, как и урок, как и опыт, из выхода из ситуации, которая складывается на таких предприятиях при сложной экономической ситуации, создаваемой уже в процессе прежней деятельности. Еще одна тема – неформальная занятость. Немало нелегалов работает на рынке перевозок, доставляя пассажиров в другие города. За 9 месяцев было привлечено 20 граждан-водителей и составлено 60 административных протоколов. Бороться с нелегальными перевозчиками может помочь и новая мера, когда у нарушителей закона автомобили изымают. Глава региона поставил задачу навести порядок и уйти от неформальной занятости. А когда нужно через метод убеждения, применяя инструмент уважения и доверия, значит, подсказывать им, что заплатили и все, работайте спокойно, никто вас тревожить не будет. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Доехать из северо-западного района Чебоксар до улицы Гагарина без пересадок, продлить маршрут 18-го троллейбуса. Эти и другие предложения внесли горожане на общественных обсуждениях транспортной реформы. Их реализацию обсудили в столичной администрации. Рабочие встречи с горожанами прошли одновременно в трех районах столицы. В Ленинском и Калининском перечень предложений по корректировке маршрутов сформировали. В Московском к единому мнению не пришли. Во вторник состоится еще одна встреча. Все пожелания разместят на портале «Открытый город». Если мы выносим на голосование вопросы, то должны четко понимать и осознавать, что эти решения должны быть исполнимы. Причем исполнимы в короткие сроки. И горожане ждут от нас этих изменений. Общественный транспорт по новой схеме работает третью неделю. Недостатки реформы в администрации города признают. Некоторые маршруты популярностью не пользуются. И транспорт ездит полупустой. Другие с трудом справляются с большим пассажиропотоком. Или планируем менять схему, потому что это направление востребовано. И горожане нас просят. Вроде мы должны это выполнить, но проблемы с правовой и юридической точки зрения могут возникнуть. Поэтому здесь нужно все это детально изучить, посмотреть практику. И по каким-то маршрутам, может быть, придется подписать договор о расторжении, если есть в этом необходимость, запустить по новому маршруту. Или провести новый аукцион. Здесь вот таких точных и быстрых шагов сейчас сделать не нужно. Еще один важный момент. К утверждению готовится схема планирования пассажирских перевозок на территории всей республики. В нее войдет и маршрут Чебоксара-Ново-Чебоксарск. Он тоже может оказать влияние на сеть пассажирских перевозок в столице. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Предстоящие праздники без происшествий и преступлений. Сегодня на заседании антитеррористической комиссии проверили готовность. Служб к новогодним каникулам. И подвели итоги работы за год. Мы обязаны обеспечивать безопасность жителей Чебоксарской республики. И безопасность тех объектов жизнеобеспечения. Контроль над криминальной ситуацией сохраняется в республике на протяжении многих лет. В этом заслуга правоохранительных органов. Они ведут постоянную профилактическую работу по предупреждению идеологии терроризма, межнациональных и религиозных конфликтов. В новогодние и рождественские праздники все службы будут работать по особому графику. Меры безопасности усилятся. В Чувашском кадетском корпусе прошел день открытых дверей для родителей. В каких условиях учатся будущие военные, узнавала наша съемочная группа. На открытых уроках родители посмотрели, как их дети готовы к занятиям, насколько им интересен сам предмет. И следующее у нас задание. Что-то нам хочется сказать, раз немного. А в столярной мастерской папа помогали детям выпиливать из дерева детали будущих изделий. Пока одни родители освежали знания и навыки на открытых уроках, другие дегустировали пищу в школьной столовой. Компот свежих яблок, напиток апельсинов, батюшки с жемом, батюшки с творогом, пирожки картошки с мясом, пирожки картошки, картофель с зеленым луком, салат полунинский. Несколько видов салатов, первых и вторых блюд, десертов. О разнообразном питании кадет родители знали, а вот на вкус не пробовали. Очень вкусные родители, девочки. Правда? Да. Взрослые посмотрели, в каких условиях живут кадеты. Спальня с удобными кроватями, гардеробная, ванная комната. Данил Ефремов в кадетский корпус поступил в этом году и о своем выборе не жалеет. Здесь мне очень нравится все, воспитатели отличные, учителя хорошо объясняют. Здесь вырабатывается дисциплина, в дальнейшем ты отсюда выходишь хорошим человеком. День открытых дверей для родителей в кадетском корпусе прошел впервые. Впечатление у меня, как у мамы от этой школы, очень даже положительное. Ну, конечно, может быть, где-то чего-то есть, но я считаю, что это только потому, что школа новая. И потихонечку все это налаживается. Ну, я, в принципе, я довольна. В завершении дня открытых дверей для родителей провели собрание, где специалисты рассказали об образовательной программе, правильном питании и формировании здорового образа жизни у ребят. Татьяна Леонтьева, Лизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. В Валиковском районе теперь есть свой культурный код. В минувшую субботу в самом центре и деревне Большие Шиуши открылись два учреждения – кинозал и дом культуры. После длительного перерыва государство наконец-то обратило внимание на сельские дома культуры. Всевозможные федеральные программы гранта позволили модернизировать большинство учреждений в республике. В субботу был праздник в Валиковском районе. На базе местного дома культуры открылся новый кинозал. Современные кинозалы сегодня востребованы. Сегодня вот практически открываем у вас 14 кинозалов. На днях до Нового года откроем в Ебреченском районе. На это мы выделили около 80 миллионов рублей сперва в городах. И практически кинозалы заполнены. Это очень важно. Централизованная клубная система выиграла грант Российского фонда кино. А это не много, не мало 5 миллионов рублей, которые ушли на приобретение кинооборудования. За счет этих денег мы обновили кресла. Вот 350 новых кресел в этом прекрасном зале. Экран вот приобрели, монтаж сделали. Видите, усилители стоят. Аппаратуру всю новую нам зарезли. Провели постоналадочные работы. Даже в 3D формате можем смотреть. И теперь практически каждый день этот кинозал, Центральный районный дом культуры будет работать и показывать, по-моему, если я не ошибаюсь, что 4-5 фильмов в день. Будут показывать отечественные фильмы. А в Больших Шиушах построили новый клуб. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Источники финансирования – республиканские и местные бюджеты. Остались деньги и на мебель, и на сценические костюмы. Я очень рада, что у нас в деревне открылся прекрасный клуб. Здесь очень красиво, прекрасно и тепло. Все радуются, у всех на глазах улыбка. Чтобы новый дом сразу же пропитался нужной творческой атмосферой, художественные коллективы села устроили праздничный концерт. Лучшие из лучших на волнах стоит РиФМ. Своё пятилетие «Таван Радио» отметила грандиозным концертом. В его рамках состоялось вручение музыкальной премии «Таван Юра». Лучшие певцы, авторы слов, музыканты, группы, дуэты, которые звучат на «Таван Радио», впервые получили дипломы и эксклюзивные статуэтки. Победителей определили в десяти номинациях. Лучшей певицей названа Фарида. Счастливая, безмерная, это действительно неожиданно. Спасибо вам огромное, вам, телезрители и радиослушатели. Благодарю. С наступающим вас. Люблю. Лучшая группа – Азамат. Лучший автор слов – Василий Шехранов. Шлягер года – Константин Евруков с композицией «Кучузем». Настоящим открытием года стала номинация «Новое имя». На победу в ней претендовали больше ста начинающих певцов и певиц. Строгая жюри на предварительном этапе выбрала пять самых талантливых. Из них заветную статуэтку от «Таван Радио» получила Людмила Кудряшова. Конкурс «Таван Юра» открыл для нее новые возможности. Песни Людмилы Кудряшовой теперь будут звучать на волнах 100 и 3 ФМ. Для слушателей очень важно, что на волнах радиоканала можно слушать песни как на чувашском, так и на русском языках. Поэтому было принято решение выделить и русскоязычных артистов. Лучшим исполнителем в этой номинации стал Егор Матвеевский, который не просто виртуозно играет на баяне, но еще и исполняет песни собственного сочинения. Мне очень приятно было получить такую большую для меня награду. Спасибо большое «Таван Радио». Я, если честно, не ожидал даже, что вообще что-то займу. Но спасибо большое телезрителям, что голосовали за меня. Для меня эта награда значит только вперед, дальше больше. Все для вас, дорогие наши телезрители. В планах коллектива «Таван Радио» сделать премию ежегодной. Все-таки, наверное, нужно делать премию ежегодной. Наверное, в ней нуждаются. Я вот так посмотрела, людям понравилось, нам тем более. Артисты пришли и поддерживали друг друга. Они радовались успехам своих коллег. Это здорово, я считаю. 16 декабря в Ледовом дворце Чебоксара-арена прошел матч 19-го тора первенства ВХЛ между идущим на третьем месте хоккейным клубом Чебоксара и аутсайдером лиги командой Южный Урал Металлург и Зорска. Чебоксарцы действовали легко и раскованно. Повсюду успевали и первыми оказывались у шайбы. Окончательный счет матча 7-1 в пользу хоккейного клуба Чебоксары. Сегодня в 18.30 в Ледовом дворце Чебоксара-арена в рамках второго круга чемпионата ВХЛ состоится повторная встреча команд. Хорошая мебель служит украшением нашего дома. Она создает уют, позволяет с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр жилой площади. В преддверии Нового года у чебоксарцев стало больше выбора. В столице Чувашии в доме мебели «Уют» открылся первый салон фабрики «Мебель Москва». Об этом сразу после выпуска новостей, следом программы по существу ее гости главный нарколог Чуваша Ирина Булыгина. А я с вами прощаюсь. До завтра. Спальни, гостиные, прихожие, молодежные и детские комнаты, домашние библиотеки. Новый бренд из самого сердца России предлагает покупателям коллекция от классики до модерна. Одно из главных преимуществ – вся мебель модульная. Поэтому спокойно можно докупать дополнительные элементы интерьера в любое удобное время. Фабрика «Москва» – один из лучших производителей у нас в России, который позволит вам ощутить всю прелесть использования этой мебели. Фурнитуры используются немецкого производства «Хетих». Ламинат – один из лучших, который позволит многократно разбирать и собирать, если вы планируете переезды на новые квартиры. Кроме мебели для дома, в салоне можно выбрать модули рабочих кабинетов и домашних офисов, новинка, стеллажные системы. Материалы отвечают самым высоким требованиям качества и соответствуют европейским стандартам. Экологически чистая ламинированная плита, эко-кожа, синтетический шпон, ударопрочная кромка. Ну и, конечно, это лучшее ценовое предложение для ассортимента высокого уровня исполнения. Мне очень понравились фактуры, очень современные материалы, очень качественно сделаны, оформление и все-все-все. Ну, кромка как сделана. Ну, материалы и цвета такие, и стиль хороший, интересный. Модный сейчас лофт-стиль, очень красиво, классно. Достаточно свежо, модно выглядит. Ну, на мой взгляд, стоит присмотреться. И новоселам, я думаю, есть из чего выбрать и как бы сделать хорошую покупку, обстоятельства, так сказать. Фабрика «Мебель Москва» заслужила доверие потребителей. Ее история берет начало с 1926 года. Все эти годы производитель чувствует настроение своих клиентов и идет в ногу со временем. В день открытия салона гости получили возможность получить в подарок журнальный столик, пуфик, а кому-то улыбнулась удача выбрать себе подарок по сертификату. Зашла случайно, но нужна мебель, выбирали, выиграла сертификат. Очень неожиданно, спасибо большое. Никогда в жизни ничего такого подобного у меня не было. В Чебоксарах мебель московской фабрики можно приобрести в магазине «Уют» по адресу улицы Патриса Лумумбы, дом 6. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ